Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас экспериментальное видео. Будем делать из подвесной кухонной полки террариум для змеи. На самом деле, я не уверена, что это очень хорошая, конечно, идея, но объемы классные, в принципе, каркас целый, все целое, можно рискнуть. Первое, что хотелось бы отметить, это вот наличие дверей. Классные двери, хорошая штука. Здесь стояли стекла. Ну, сейчас подцепим туда сетку. Подцепим сетку, поставим парочку замочков, ну и первая попытка можно считать будет завершенной. Для дальнейшего надо будет также пленка. Я бы даже сказала, не пленка, а скорее клеенка. Постелить на дно, дабы сберечь целостность конструкции. Ну и посмотрим, понадобятся ли нам боковые отверстия, боковая вентиляция. Возможно, будет достаточно вот этих вот дырок сверху. Хотя я в этом, конечно, очень сомневаюсь, но все-таки, чем черт не шутит. Сейчас будет поклейка сетки. Будем вырезать сетку по размеру вот этих вот отверстий. И будем ее собачить наверх. Посмотрим, что из этого получится. Как только будет какой-то сдвиг, я вернусь к видео. Ну вот, спустя полчаса фигурного вырезания, точнее попытки фигурного вырезания одного порезанного пальца и испорченных нервов, мы имеем следующее. А имеем мы трафарет. Вот такой вот у нас размер получается входного отверстия. И имеем два кусочка пленки. Ну, точнее, не пленки, это у нас сетка. Сетка ширина отверстия, по-моему, 0,025. По-моему, так это звучало. В общем, сетка очень мелкая. Сетка металлическая с тканевой обработкой. Точнее, с тканевой оплеткой. Гадость редчайшая. Режет руки, оставляет занозы, просто феноменальна. Но при этом она достаточно классная в плане террариума. Она и пропускает воздух, но в то же время достаточно мелкая. Способствует неубеганию животных, скажем так. сейчас попробуем вот, одно из волокон ее сытается до жути. В общем, вот такая вот бяка, и не дай бог она где-то застрянет, попадет животным в лапы, доставать и чудо будет просто нереально. и так, вот в таком вот форматике будет это все дело находиться. По-моему, вполне себе неплохо. Закрывает полностью всю дырку и неплохо держится, вроде как. сейчас мы попробуем нанести герметик. Ну, это у нас такой вот монтажный клей. Хотели у меня его отжать на ремонт, точнее, у меня его отжали на ремонт, но хитрая я решила все-таки часть его заюзать в постройке Тера. Все равно ничего другого под рукой сейчас нету. Делать тер нужно срочно. Скажем так, у меня немножечко покоцали собачки старый террариум, поэтому нужно срочно из подручных материалов собрать хоть какую-то поверхность для содержания змеи. Итак, поверхность более или менее чистая. То, что внутри мусор, то такое. оно еще будет убираться, это не суть важно. Наносим мы герметик по краю. Вот, приблизительно таким вот слоем у нас это все дело получается. Не очень далеко, но и в принципе не под самый край. Вот так все это дело у нас будет выглядеть. И сейчас я закрою сию прелесть и будем пытаться ложить. Нет, наверное, не будем пытаться ложить, а сначала оденем перчатки. Итак, перчатки на мне. для всевозможных подобных работ я стараюсь всегда одевать перчатки. Извиняюсь, небольшой рабочий момент, дабы избежать всевозможных потом ожогов и всей тому подобной гадости. и так ложим нашу прелесть и прижимаем. Вот как видите, зачем я одевала перчатки. Все равно как ни крути, а оно сильно близко расположено к все равно слишком близко расположила я всю эту хрень и из-за этого придется все-таки использовать перчатки. Моментально герметик схватил нашу сетку это даже хорошо. Края я немножко затру. Возможно поспособствует лучшему схватыванию. Вот так. Ну, по крайней мере, мои руки оно хватает на ура. Вот. Как-то так это все дело происходит. Сейчас я попробую также склеить и вторую часть. Ну, и потом вернемся к видео. Правда, как это все дело сейчас выключить, я без малейшего понятия. Ну, в общем, вот так это все дело выглядит. Минус перчатки плюс поклеенная сетка. Значит, а дальше что у нас будет происходить? Будут устанавливаться два крючка где-то вот здесь и вот в верхней его части. Также планирую прибить эту сетку еще на маленькие обувные гвоздики, ну, дабы уберечь все-таки получше все это дело. Возможно, даже посадим это все еще на какую-то деревяшку, посмотрим. Ну, а пока что первый этап у нас сделан. Дальше как будет продвигаться постройка, буду возвращаться к видео и рассказывать, что же будет у нас дальше. Наверное, будем выкидывать это все по кусочкам, дабы слишком большое видео не нагружало вас. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, возможно, у кого-то еще будут какие-то идеи по дополнению террариума. Подписывайтесь на канал, ну, и всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. удачи. 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 Удачи.